Начало второго весеннего месяца добавило работы Дорожным коммунальным службам региона. За минувшую неделю они вывезли 150 тысяч кубометров снега. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков, в порядок приведены более 4300 дворов, очищено от снега 12,5 миллионов квадратных метров дорожной сети. Еще одна тема утреннего оперативного совещания в правительстве региона – старт приема заявлений от родителей будущих первоклассников. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что с прошлого года в России действует новый порядок приема детей в первый класс. Теперь он проходит в два этапа. Всю информацию я прошу здесь внимательно следить, чтобы на сайте Министерства образования у нас все эти данные были. И необходимые уточнения, ответы на вопросы, они обновлялись. О том, что надо знать родителям будущих первоклассников, в какие сроки им надо написать заявление и куда их отнести, к этой теме вернемся чуть позже. Уже через несколько минут к нам в студию придет начальник управления социального развития города Кировска Елена Зинкова. С ней обсудим также тему отмены некоторых ковидных ограничений в школах. А пока о других важных решениях в сфере образования. На проведение детской оздоровительной кампании с бюджетом Мурманской области выделено 450 миллионов рублей. Благодаря этому решению бесплатно отдохнуть в новом сезоне смогут полторы тысячи детей-северян. Поддержат в регионе и педагогов системы дополнительного образования. Для поддержки талантливых преподавателей в Заполярье учреждена новая премия. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 250 тысяч рублей получит победитель регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». По 100 тысяч призеры и по 20 тысяч рублей 20 финалистов. Кроме того, по словам главы региона, на премию для работников дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в этом году направят 850 тысяч рублей.